итак ребят всем привет сегодня у меня необычный будет видео сюжет отправился я на одну заброшенную фармацевтическую фабрику раньше здесь что-то было кое-какую информацию нашли сегодня мы с юрцом как обычно как зима наступает мы с юрцом по всяким развалинам заброшкам собираемся что-то делать ну и нашли мы то самое здание в интернете кое-какая была фишечка но не знали где это будет и сейчас мы приехали и на заднем фоне именно та самая фабрика сейчас мы пройдем вместе с вами посмотрим копать будем не знаю так что все будет вид ну все отправляемся мы именно в это здание смотрим не знаю зайдем в центральные ворота наверно юрец какой страны внутри плитка виднеется стекла все конечно побитые так вот есть вроде нашли противопожарный выход наверху какая-то постройка непонятного рода что это было не знаю вот здесь цемент цемент пюрец нет цемент уже непригодный превратился в камень нет даже трубы трубы все средные все средства так что из-за этого она и не охраняется никем это значит лекарствами сделали так что Вон здесь проводка еще осталась, алюмишка. Вентиляционная система, проводка имеется. Задний дворик. Вентиляционная система, проводка имеется. 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 Здесь фильмы классно снимать. Всякие такие, знаете, про зомби и все остальное. Все так брошено, все разрушено. Вентиляционная система, проводка имеется. Вентиляционная система, проводка имеется. Вентиляционная система, проводка имеется. Ладно, пускай Юрия здесь собирает драк металлы, я пока еще полазу, посмотрите, может что-то интересное. Вот здесь вот, в этой трубе, был двигатель. Его уже здесь нет, похоже на пич какая-то, непонятного рода. Ой, здесь окна демонтируют. Молодцы, молодцы. Так, везде здесь проволока валяется. Что за проволока-то? Стальная. И здесь у нас алюминиевая. Здесь были полы. Ну и здесь проводку выдирали с корнем. Здесь уже пожалелись давно. Чуть позабыться, лестницу срезал. Вот так вот она стояла, лесенка. Тут окралка пройти нельзя будет, но, как вы видите, вон там у нас имеются медные провода. Возможно, медные. Ну ладно. О, прикинь. Голодец с водой такой-то непонятный. На второй этаж бы пройти. О, прикинь. Нет возможности. Вон, смотрите, какие лесенки. Хорошие. Сколько здесь металлолома? Стекла сколько. Целыми пачками стекла стоит. Целый поддон стекла было. А металлоломы здесь с мамой Нигаревой. Офигеть. Проводка алюминиевая, советская. Сейчас алюминиевую проводку нигде не используют. Везде медь. И пожарники заставляют старую алюминиевую проводку менять на медные. Но железо здесь, ребята, прилично. Приезжай, все срезай и на этом зарабатывай. Пойду к Юрцу, посмотрю, что там Юрец интересного нашел. Что Юрец? Где? Ты сейчас потом все это будешь переплогать? Да. Что с паяльником сидишь и паяешь? Нет. А что? Синяяя. А если ты кляшечки вот эти зачем-нибудь не берешь? Колбочки какие-то вот эти сулубы. А? Ага. Юрец, а здесь можно? Я видел. Конденсаторы валяются, всякая тут фигня. А если ты специально так решил, чтобы собрать вот эти конденсаторы, все это буду? Да. Ага. И что здесь самое ценное? Я знаю, плюшечки такие, зеленые. Плюшечки тут таких нет. Вот такие вот плюшечки, я вот про эти вам говорил. Только они немножко поменьше. Они бывают оранжевые и зеленые. Вот в зеленых самый опор. И оранжевые они не очень. Они похожи по форме как шашечки на такси, только очень-очень маленькие. Ну вот здесь вот такой вот добра и полно. О. 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 О, О. О. О, Вы хоть раз сдавал что-нибудь? Это не сдается и все переплывается Ты не раз ничего не переплывал, не сдавал Еще мало Что это? Засветит Хорошая вещь Это диод, да? Не ошибаюсь Вскрывается Это же золотая емочка Ну, насколько я знаю, сейчас он показывал диоды Я, конечно, далек от этого Диоды, конденсаторы, резисторы Трансформаторы И всякая-всякая буда Конечно, далек я от этого И как бы этим не занимаюсь Люди, которые занимаются этим Они, в принципе, какой-то толк в этом знают Вот он, диод И как видите, вот каемочка у нее Вот здесь по периметру По периметру Юрец говорит, что это золото Сплав золота По золотам По золотам Вот такая вот Керунда Здесь ее прилично Вот тоже Ладно, конечно, я приехал не за этим Приехал не за этим? Приехал не за этим? Я приехал, да Посмотреть Поискать, что интересного Но До железа добраться руками невозможно То есть нужно специальное оборудование Чтобы как-то срезать это все Или Что-то как-то тащить А приехал я сюда Из-за того, что мне рассказали кое-какую здесь Легенду правдивую То, что Здесь вот В свое время еще Переделывали моторные двигатели То есть обмотку меди В советское время И старую обмотку скручивали И просто-напросто Тракторами закапывали И один мужичок Лет шесть назад Эту легенду вспомнил И он здесь Именно шесть лет назад Хорошо поживился А чем он поживился Именно вот этой вот Медной Обмоткой Купил себе автомобиль На эти деньги Так что Первопроходцам иногда Очень-очень сильно везет Вот видите Даже пытались здесь В свое время Какие-то Рабочие помещения То есть здесь Хорошие ремонты были Пластиковые окна У меня это уже после советского времени Пытались здесь сделать помещение Но обидно Убытки были большие И Пришлось предприятие закрывать Дождь Да уж О Вот это что Смотрите Что Камера не фокусируется Здесь темно Ну и здесь У нас Как вы видите Кабеля С С Алюминиевой Провогой Ну Сколько Здесь Алюминия Ну Если все собрать Обжечь Килограмм 5 будет Наверное Не Может Ну Все Вырезано Как видите Ровненько Здесь Уже видно Поживились На славу Территория Здесь Огромная Территория Едем Ла Территория Убей Мальк Девушка Убей Ребен Территория Продолжение следует... Продолжение следует... Откуда я пришел... Оттуда... Сейчас надо будет... У Юрца может фонарик взять... Смотреть... Продолжение следует... Но в будущем есть еще... Одна такая перспективная... Зачетное местечко... Это в свое время была... Воинская часть... Ракетная... Секретная... Вот на картах она... В советское время фигурирует... Как пионерский лагерь... Но как-то в свое время я там по детству лазил... А там до сих пор у нас имеются ракетные шахты... Очень много было различного рода... Микросхемы... Всякие платы... В общем аппаратура была там вся разбитая... Сейчас я даже не знаю... Уже прошло больше 20 лет... Так что... Не знаю... Даже очень тяжело будет сейчас найти... Ну а так в целом... Как перспектива... Можно туда съездить... В ближайшее будущее... Если вам понравилось... Ставьте пальчик кверху... Буду знать... Интересны вам такие видеосюжеты или нет... Стоит ли мне заниматься... Таким вот родом... Деятельности... Именно сталком... Так что... Смотрим... Пишем комментарии... Пишите... Буду отвечать абсолютно всем... Так что все... На этом и все... Удачи... Пока...